Нона Мамулашвили в нашем эфире. Нона, здравствуйте. 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 Нона, три дня прошло с момента объявления Путиным мобилизации. Расскажите, что происходит сейчас на грузинских границах? Большие ли очереди из уклонистов и всех ли пропускают? По сегодняшним данным, где-то 15 километров уже стоит на границе Грузии машин, которые стараются зайти на территорию Грузии. Это продолжается уже в течение нескольких дней. С момента, когда объявили мобилизацию и великая российская так называемая армия бежит. Бежит в те страны, где она уже сотворила ужасное, уже оккупировала территорию и сейчас опять же хочет здесь найти себе убежище. Потому что у них, к сожалению, у граждан Российской Федерации не хватает мужества, как вы сказали в вашем сюжете, чтобы протестовать и менять режим у себя. Поэтому лучше для них, конечно, бежать и бежать в страны, где они будут чувствовать себя комфортнее. Поэтому мы видим, что поток россиян на территории Грузии довольно большой. Для нас это, естественно, очень серьезная проблема. Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Я не знаю, почему в понедельник, почему им дают на уикенд возможность зайти на территорию страны, но это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе. Наверное, советовались со своими инструкторами с Российской Федерацией, что делать и как прекратить поток, наплыв граждан Российской Федерации на территорию Грузии. То есть все-таки с понедельника границы Грузия закрывает? Для мужчин с 18 до 55 лет что-то вроде такого они объявили, но это еще не официально, но насколько нам объяснили уже, что они собираются с понедельника закрыть границы для представителей мужского пола. Но насколько сейчас мужчин не пропускают на грузинских границах или едут все подряд? Едут все подряд. Я не думаю, что сейчас там кого-нибудь останавливают и возвращают обратно. Я думаю, что до понедельника у этих людей есть возможность зайти на территорию Грузии. Были несколько сюжетов, когда они на самокатках и велосипедах стараются перейти на границу Грузии, лишь бы сбежать с России. И это довольно трагично. Это довольно трагично для той страны, территория которой все еще оккупирована. И Россия продолжает вот таким вот образом оккупировать полную территорию страны. Потому что учитывая, что по статистическим данным нас было где-то 3,5 миллиона, и где-то 700-800 тысяч человек за время правления грузинской мечты уехало в эмиграцию, не видя никакой возможности что-нибудь сделать в Грузии. И вот на этом фоне у нас появляется российское, русское меньшинство, которое пока мы не знаем точное количество, но если так пересчитать, учитывая, сколько людей заходит, и как они покупают недвижимость, какие компании регистрируются, наверное, 400-500-600 тысяч, наверное, находятся уже на территории Грузии. Это уже невероятно для такой маленькой страны, как Грузия. Это фактически уже полная оккупация страны. Нонна, расскажите, пожалуйста, как тогда сейчас встречают россиян, готовы ли сдавать им жилье, и как, собственно, этот приток россиян влияет на цены внутри страны? Да, цены у нас сейчас катастрофические, фактически недвижимости не остается. К сожалению, бывают моменты, когда граждан других стран просят освободить жилье, чтобы сдать в два раза дороже гражданам Российской Федерации. Студенты, которые переезжают в столицу, чтобы продолжить здесь учебу, они уже не могут абсолютно ничего найти, потому что цены зашкаливают. И это не останавливается. В Тбилиси полный коллапс, потому что уже машины не могут передвигаться, столько здесь находится машин. И вот это уже продолжается несколько дней. Я не думаю, что... Я не знаю, что можно сейчас сделать, даже если они приостановят или закроют границы Грузии с Россией, то всегда найдутся волонтеры как-нибудь перелезть через горы, потому что мы видим в некоторых чатах уже появляются группы, которые предлагают перейти через горы и вот таким вот образом зайти на территорию Грузии. Ну, я думаю, что это не только скандально и трагично, я думаю, что это просто очень опасно для нашей безопасности. Скажите, а изменилась ли как-нибудь уже криминогенная ситуация в Грузии после того, как вы сказали, вот приехала огромная, это несколько сотен тысяч россиян, и за время полномасштабного вторжения, собственно, сейчас? Криминальная ситуация в Грузии за последние 10 лет очень сильно изменилась, потому что политика толерантности грузинской мечты привела к тому, что у нас очень часто грабят банки. И вот буквально 2-2 дня назад в Кутаисе произошел случай, когда человек зашел, он был обмотан рукодельными бомбами и требовал 2 миллиона долларов. Такое продолжается уже несколько лет, и есть такое чувство безнаказанности, потому что со стороны правительства мы слышим только цинизм и насмешку, что когда-нибудь мы этих криминалов как-нибудь и поймаем. Вот такое отношение сегодня к криминалу в Грузии. Поэтому, естественно, это все будет продолжаться и будет ухудшаться, потому что если не управлять процессами, то процессы могут вылиться в абсолютно неуправляемое русло, и у нас уже есть все варианты, чтобы это так и продолжится. Вот если говорить об управлении процессов, сейчас в интернете ширится, по сути, инструкция, так называемый гайд о том, как должны себя вести россияне в Грузии. Мы вот только что перечисляли перед нашим с вами разговором, что там в некоторых пунктах, в частности, упоминается, что надо забыть россиянам о георгиевских лентах и своей новой свастики Z. Часто ли вообще приходится сейчас напоминать россиянам, что они не у себя дома? К сожалению, они чувствуют себя везде у себя дома и хотят, чтобы все фактически как-то приспосабливались к тому, что они на нашей территории. Кроме того, что я видела этот чат, где говорилось про георгиевские ленты и свастику, но есть еще чаты, где они рассказывают друг другу, как себя вести в Грузии, потому что в некоторых чатах рассказывают, что надо вести себя нагло и не бояться того, что если кто-нибудь из грузин там будет возмущаться поведением так называемых сбеженцев. И то, что грузины, они только по социальной медиа могут там выступать и периодически там кто-нибудь что-нибудь приклеить на машину, этим все и обходится, потому что никто никого наказывать не будет и просто надо будет вести себя нагло. Вот это масса, которая заходит на территорию страны. Это, я извиняюсь за это выражение, но это быдло, которое хочет принести свою бескультурию на территорию Грузии и жить так, как они продолжают жить в том же комфорте, так называемом, как они жили у себя в стране. Поэтому с этим справляться будет очень тяжело. Я очень надеюсь, что это не перерастет в очень серьезные проблемы. И мы знаем, чем это всегда заканчивается, потому что завтра может Путин объявить, что ему придется защищать граждан Российской Федерации на территории Грузии. Нонна, уточните, пожалуйста, готовы ли терпеть такое отношение к себе грузины? Естественно, не готовы. И мы видим, что очень много людей сейчас выходит на улицы, они протестуют, они выходят с баннерами, где высказываются на тему того, что мы видим на территории Грузии. И мы показываем свои чувства очень негативные в сторону россиян. Но я не думаю, что вот вчера был футбольный матч, и у нас было очень большое шествие, где люди буквально пели, я не буду повторять, что там было, но это то, что сегодня чувствует население Грузии. Потому что жить с гражданами Российской Федерации, которые вместо того, чтобы им было стыдно за свое правительство, вместо того, чтобы они протестовали против того, что там происходит, против того, что их правительство творит на территории Украины и Грузии, они приходят сюда и хотят чувствовать себя хозяевами. Такое не может происходить. То есть вот такой именно была реакция грузин на заявление Путина о мобилизации в Грузии? У нас и так до мобилизации было довольно много граждан Российской Федерации. После мобилизации сейчас это количество увеличилось. Но опять же, несмотря на требования с нашей стороны, со стороны оппозиции, ввести визовый режим, ввести какие-нибудь действия против того, чтобы как-нибудь контролировать нашествие вот этого народа в Грузию, ничего не происходило. Но я думаю, что они просто сейчас поняли, что если так продолжится, на территории Грузии будет больше граждан Российской Федерации, чем самого настигариного населения Грузии. Они просто решили закрыть границы. Я не знаю, чем это решит проблему того, что эти люди все еще находятся на территории Грузии, но хотя бы что-то вместо той политики, которую они проводили до сих пор. Нонна, сегодня Россия проводит на оккупированных территориях Украины театрализированное шоу под названием «Фейковый референдум». Скажите, говорят ли у вас сейчас в стране о том, что происходит в Украине, в частности, об этих фиктивных опросах, которые не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны демократическими государствами в мире? Я думаю, что все те фокусы и трюки, которые были в запасе у Путина, они исчерпали себя, потому что вот эти референдумы, то, что они раздают паспорта, то, как они заходят на территорию и под каким предлогом. Я думаю, что если раньше об этом знали только мы, республики, которые знают, как действует менталитет, какой дементалитет России, то я думаю, что об этом сейчас знает весь мир. Поэтому, опять же, вот такие вот театрализованные постановки, я думаю, что сейчас помогут России. Россия проиграла. Она проиграла, и это будет выигрыш всего демократического мира. К сожалению, очень дорого заплатила за это Грузия и Украина сегодня, потому что цивилизованный мир до сих пор нас не слушал. Не слушал в 2008 году, не слушал в 2014-м. И только в 2022-м они поняли, о чем мы говорили много лет назад. Поэтому я надеюсь, что западные политики прозрели, и опять же, реал-политик на этом этапе не перекроет ту трагедию, то зверство, которое творит Россия на территории Украины. Нона, спасибо вам большое. Нона Мамалашвили, депутат парламента Грузии, представитель единого национального движения, была с нами в прямом эфире телеканала Freedom.